Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето. Бла-бла-фьюзинг. Анна, добро пожаловать на мой сегодняшний безуглеводный обед. Хотя углеводы здесь протесались, ну, в районе трёх процентов, ни одного процента. Это, можно сказать, такой лайтовый корневор, в общем-то. Да, но в любом случае это в граммах вообще очень мало и как бы уже для меня-то вообще в принципе. Ну и, в общем-то, уже итоги можно подвести уже целых двух дней такого питания низко-низко, очень низко углеводного. А именно сегодня утром уже минус кило двести. Итого за двое суток ровно два килограмма убавилось. Это вот итоги именно вот совершенно безуглеводного питания. То есть питание, которое позволяет вообще всю воду из мышц, так сказать, в кратчайшие сроки вылить. Если вам, допустим, кстати, нужно это для каких-то целей, это вот нужно практиковать. И это делают, допустим, спортсмены, которые там, не знаю, тренируются типа по накачиванию мышц и так называемую сушку делают. Но дело не в этом. Нам это, как говорится, вообще не грозит, то есть мне в частности. А так вообще, в принципе, как бы я в это дело, в общем-то, втянулась. У меня уже даже какой-то попёрло по этому поводу уже некое разнообразие. В плане того, что у меня не только колбаса с салом, как вчера и позавчера была. Как вы видите, сегодня у меня даже супчик есть. Но при этом я сегодня ещё проходила очень жёсткое корневор-испытание. А именно, я сегодня с утра решила сделать пирог с капустой, с квашеной, жареной, тушёной капустой. И, естественно, для этого мне надо сделать начинку. И это было серьёзное испытание, потому что в обычном состоянии я бы этой капустой квашеной нарубалась бы в процессе просто вообще. Потому что я её, в принципе, как бы не учитываю в большинстве случаев. Она для меня такое же блюдо, как типа огурцы свежие. То есть и зелень, которую я вообще не учитываю. Ну, в смысле, конечно, ну, в любом случае, я бы её напробовала с этой квашеной капустой, тем более жареной. Это вообще жутчайший для меня деликатес. А тут я даже ложки и поварёшки не облизывала. Вот считаю просто себя настоящей героиней. Честно сказать, это давалось с большим трудом. И сейчас вот это тоже, в принципе, в процессе ещё. Надо её быстро куда-то запрятать, уже, чтобы, как говорится, с глаз долой. Ну, а что получилось у меня сегодня на моём не кето обеде в плане жёсткого, прижёсткого кето? Это я тоже, опять же, готовила сегодня супчик. Ну, то есть варится там всем остальным суп с говяжьего бульона. Там ещё куча говядины можно было и себе взять. Но у меня вообще, на самом деле, наготовлено. И в итоге просто взяла 200 грамм бульона и разбила туда уже в готовый бульон одно яйцо. Получилось такой пашот. Причём потом ещё добавила, это в микроволновку поставила, чтобы яйцо сварилось. Прямо уже в готовый бульон сырое яйцо. Вот. Ну и ещё заполировала это всё майонез. Майонез, как видите, правда, сегодня такой колбасный. Это в смысле не домашнего производства майонез, который я обычно делаю, а это магазинный. Но я его там и посчитала, как говорится. Если там какие-то сахара есть, то они тоже там как бы учитаны. Ну и, в общем-то, что сегодня основное блюдо? Основное блюдо это куриные желудочки. Я их готовила тоже несколько дней назад уже. И, как вы видите, там следы есть сладкого перца и зелёной фасоли. Но я постаралась это всё лишнее, вот эти овощи оттуда отковырять. И здесь, в общем-то, просто отварные куриные желудочки. В соевом соусе они были так. Ну, в общем, короче, здесь просто без соуса, без ничего. И вот, собственно говоря, виновник сегодняшних углеводов. Как ни странно, это авокадо. Здесь 54 грамма. И они дали прям буквально, наверное, ну, все вот эти проценты. Это, собственно, эти самые, вот это авокадо и дало. То есть, в нём жиров, конечно, там подавляющее количество. Но процентов 20 там всё равно есть ещё углеводов. Ну, овощ, что от него из-за чёного? Овощ, он не есть овощ. Ну, и на десерт будет уже, так сказать, полюбившийся, ставший традиционным на моём корневоре. Это шоколад с эритритом и сливочным маслом. Сейчас это всё в микроволновочке. Быстренько расплавлю. И будет помадка сладкая-присладкая. Сладкая делаю себе специально. Я уже вчера об этом говорила во вчерашнем видео. Именно для того, чтобы, ну, вот какую-то излишнюю мясистость, солёность заесть. И вот не было вот такого приступа того, что мне бы хотелось вдруг бы, вдруг бы вообще начало бы хотеться сладкого, как говорится. Как было, когда у меня когда-то лет 20 назад. Ещё догонюсь витаминками жёлтой группы В и цинк. И вот ещё 2 или 3 столовых ложки, ой, нет, чайных ложки пищевых дрожжей. Вот дрожжи мне в итоге вот в этом корневоре некуда приспособить. Ну, то есть обычно я их кладу в салат, в любой, совершенно без разницы в какой салат. Ну, а тут, конечно, вот мне приходится их просто есть вот так вот ложкой, что, в общем-то, технически не всегда удобно, потому что они, ну, как бы, не вполне, они прилипают там во рту вообще, короче, в общем, короче, неприятно их есть. Как бы так вот в открытом виде в салате, это, конечно, замечательно. И вот куда их приспособить, не знаю, ну, вот суп не насыпешь, зачем горячие туда, ну, вот, не знаю, посыпать, посыпать ими желудочки. Ну, тоже такое себе. В общем, короче, съем просто так. Так, ну, вот такой у меня корневой ртуги уже замечательный. Завтра, думаю, еще легко, как минимум полкило с этого дела всего сольется. Ну, а вообще, в принципе, посмотрим. Мало ли что, вдруг эта авокадо как-то себя непредвиденно поведет. Поэтому подписываемся, ставим лайки, пишем себе, мне, вернее, под видео всякие разные комментарии любого характера. Ну, и делимся моими видео, и еще и уведомления тоже нажимаем, и это значит кликнуть на колокольчик под видео. Всем привет, кето рулит, магия вечно. Всем привет, пока-пока, до встречи на моих каналах.